Меняющийся мир и место Украины в этом мире. Об этом несколько дней будут говорить в Киеве политики, дипломаты, бизнесмены из 34 стран мира. В эти минуты открывается ежегодный саммит Ялтинской европейской стратегии. Все основные дискуссии ожидаются завтра, большинство из них состоится в Мастельском арсенале, но открыть саммит решили в другом месте. Наш корреспондент Елена Зорина сейчас расскажет все подробности, она находится на месте. Лена, здравствуй, где же стартовал этот форум? Да, Наташа, добрый вечер. Ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии, хочу сказать, что он 14-й в этом году. И он начался не как раньше в Мастельском арсенале, а не поверите, на рынке, в самом сердце столицы, рядом с Крещатиком. Улицу, где проходят мероприятия, еще до начала перекрыли, дежурит полиция, но сейчас, когда форум стартовал, движение возобновили. Ну а само открытие проходит прямо среди торговых лотков. Участвуют и продавцы, но овощи, фрукты и мясные изделия не за деньги, ими угощают гостей. Дуже были, как говорится, в таком захвате. По задумке организаторов, все это для того, чтобы Киев показать, как один из лучших европейских городов. Ну а главная цель продвинуть Украину не только на политической арене, но и продемонстрировать ее аграрный потенциал. Основатель форума, филантроп и меценат Виктор Пинчук. В этом году он пригласил немало гостей. Еще до открытия мы встретили бывшего министра финансов Украины Наталью Яресько. Сейчас она работает в Пуэрто-Рико, а в Киев приехала специально на форум. Что же касается гостей, то их больше трехсот. Это известные политики, дипломаты, эксперты, бизнесмены. В частности, бывшие премьеры Великобритании Дэвид Кэмерон и Тони Блэр. Экс-премьеры, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. Бывший президент Европарламента Пэт Кокс. А вот бывший госсекретарь США Джон Керри прочитает лекцию, может ли дипломатия преодолеть вызовы нового мира. Также приедет известная художница Марина Абрамович. Ее называют бабушкой перформанса. Ну а сегодня встречу открывает мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Польши Александр Квасневский. Еще до открытия нам удалось пообщаться с польским политиком. И вот как он оценивает состояние дел в Украине. Я думаю, что реформы идут вперед, что здесь можно сказать, что есть прогресс. И прогресс это видят тоже и политики Запада и Европейского Союза. Я думаю, экономика тоже поднимается, медленно-медленно она уже поднимается. Продолжение следует... Продолжение следует...